Староаскольские студенты попробовали свои силы в кинематографе. Ребята сами писали сценарии, играли роли, снимали, монтировали, делали трейлеры и постеры. Короткометражки показали на большом экране. Лучшие работы получили студенческий Оскар. На кинопоказе побывала наша съемочная группа. Видеокамера, штатив, три дня и пять студентов. Все, что надо для съемок фильма. Идея короткометражки – сохрани ее взятой из жизни, пьяный за рулем. В одном фильме два финала – хэппи-энд и настоящий. Джамул Абдуганей впервые попробовал себя в роли видеооператора. На студенческий «Оскар» претендовали четыре короткометражки. Фильм ужасов «Очень страшный кинчик», детектив приключения Шерлока в Губкине, социальный фильм «Сохрани ее» и философские размышления о жизни «Попутка». Такой формат мероприятий, как ненастоящие кинопремии, довольно популярные везде. И мы решили, почему бы нам тоже не попробовать. Мы решили максимально не ограничивать ребят ни в жанрах, ни в форматах. То есть это была их инициатива. Некоторым не хватило профессионализма в монтаже, в операторской работе. Некоторым не хватило технического какого-то оборудования. Но мы не можем их осуждать. Они все делали своими силами. И это достаточно хорошо. Работу участников оценивала компетентная жюри. Вузовские преподаватели, актриса Староскольского театра Евгения Еврумова, руководитель детской студии журналистики Ольга Петрушина, режиссер видеомонтажа «Девятого канала» Ирина Чуликова. Сказать, что первый блин комом, я не скажу. Это было замечательно. Молодцы. Для первого раза это просто прорыв. Студенческий «Оскар» за лучший сценарий получил фильм «Сохрани ее». Короткометражная лента «Попутка» собрала все остальные награды. Статуэтки за лучший фильм, актерский состав и роль второго плана. Мелобокая история, есть смысл, почему бы нет. Мне понравилось. Главное не победа, а участие. Я получил удовольствие от съемок, от общения с людьми. Было классно. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, «Девятый канал».